Безопасность. Все хотят жить в безопасности. Проблема возникает, когда мы начинаем искать ее. Тогда в нашу жизнь входят волнения, тревоги и страх, связанные с поисками этой безопасности. Когда наши поиски безопасности превращаются в навязчивую идею, исполненную страхом, то это означает, что нам пора остановиться и подумать о своей жизни. Давайте подумаем сегодня об этом вместе со мной. Все, что касается безопасности, будь то телесное, финансовое или еще какая-то, связанная с этой жизнью, она касается земного существования. Ведь так? И в церкви Иисуса Христа есть верующие, имеющие такие же волнения, тревоги и сомнения. Это касается вечной безопасности. Итак, мы начинаем новую серию программ, посвященную второму посланию Петра, которую я назвал «Никогда не поздно». Где бы вы ни находились, пока вы являетесь верующими в Иисуса Христа, да вы никогда не можете сказать, «Уже слишком поздно что-то делать». Сегодня я назову вам пять причин, почему верующие сомневаются в своей вечной безопасности во Христе. Первая группа людей – это люди, которые выросли в церкви. Такое христианство я называю активным христианством. Если они что-то делают, они чувствуют себя защищенными. Когда же они бездействуют, они не ощущают себя защищенными. Тогда им кажется, что Бог отвернулся от них, что Бог их больше не любит, поэтому они не уверены в безопасности они или нет. Просто их никогда не учили тому, что когда они раскаются в своих грехах и сделают Иисуса Христа своим единственным Спасителем и Господом, их имена впишут в Книгу жизни не ручкой, а кровью самого Иисуса Христа. И так будет всегда. Вторая группа людей сомневается в своей собственной безопасности во Христе, потому что не могут вспомнить точный день или точный час или точный момент, когда они отдали свою жизнь Христу. Поэтому они не уверены в своем спасении. Но разве это важно? Дело не в том, сколько вы молитесь, когда вы вступили в церковь. Когда вы сделали то и это. Важно осознавать, что вы ходите со Христом прямо сейчас. Ну и третья группа постоянно ощущает плотские желания. Надеюсь, вы понимаете, о чем я. Происходит это, потому что внутри них постоянно бурлят эти плотские желания. Они не могут просто встать и одержать победу над искушениями. Иногда они не уверены, смогут ли они стать новыми творениями во Христе. Поэтому они и сомневаются в своей собственной безопасности. Сейчас я скажу вам одну очень важную вещь. Пожалуйста, слушайте меня внимательно. Пока вы ощущаете, что плоть невластна над вашим духом, пока вы боретесь в своей жизни с грехом и властью греха, это признаки того, что вы спасены и ничто иное. Есть еще одна группа людей. Они сомневаются в своей собственной вечной безопасности во Христе, когда не видят деяний Божий длани в своей жизни. Обычно эти люди сталкиваются с какими-то испытаниями или трудностями. Обычно так происходит, когда в их жизни произошло что-то ужасное. Но даже эти испытания, даже эти трудности и проблемы являются четкими признаками того, что вы вечно возлюблены Господом, как сказано в послании к римлянам. Я даже прочитаю вам эти строки. И не этим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение. От терпения — опытность, от опытности — надежда, а надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Разумеется, во времена, когда Бог является нам, отвечает на наши молитвы и спасает нас от всяких нехороших обстоятельств, мы можем радоваться своей вечной безопасности в нем. Есть еще одна группа людей. Этим людям не хватает уверенности в вечной безопасности, потому что они не покоряются Господу. Послушайте меня еще раз. Те, кто ощущает, что у них нет вечной безопасности и уверенности в своем спасении, потому что они не покоряются Господу, сознательно считают, что Божья благодать — это нечто само собой разумеющееся. В Библии это называется грехом самонадеянности. Многие пасторы проповедуют о суперблагодати. Они говорят нам, что Божья благодать дается нам просто так, и благодаря Ей мы получаем все, что желаем. Но в послании к Галатам Павел говорит нам, «Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти». Но пятая группа людей не понимает, что покорность и уверенность в собственной безопасности неразрывно связаны. В своем втором послании Петр говорит нам, что эти благословенная уверенность и вечная безопасность во Христе помогут построить здание веры в жизни каждого из нас. По этой причине... Что это за причина такая? Уверенность в нашей вечной безопасности во Христе. По этой причине... То есть потому что мы всегда можем быть уверены, что мы можем покоиться на деяниях Христа в нас. По этой причине мы строим в нашей жизни огромное семиэтажное здание. Это здание... Это наша вера. Это здание символизирует наш рост во Христе, наш рост в покорении Христу, наш рост в хождении со Христом, нашу зрелость во Христе, наш рост в уподоблении Христу. Но прежде чем поговорить об этом здании, я скажу вам вот что. Я знаю, что среди вас есть и строители. И вы прекрасно знаете, чтобы построить крепкое здание, несокрушимое, бессмертное, вечное, нужно, чтобы у него был крепкий и непоколебимый фундамент. Вера во Христа, дарованная нам Богом, и будет этим фундаментом. Что же находится на первом этаже этого здания? Давайте снова обратимся ко второму посланию Петра. Так вот, на первом этаже этого здания будет находиться добродетель благодаря благословениям великого и дорогого нам обещания, что Бог даровал тем, кто верит. У нас теперь есть все. Что у нас есть? Все нужное для жизни и благочестия. Поэтому мы можем построить это здание силою и властью Бога, а не нашими силою и властью. По этой причине мы должны в ответ на это заполнить добродетелью первый этаж нашей христианской жизни, который находится прямо над фундаментом. Добродетель — это моральное превосходство. Но что значит моральное превосходство? Пожалуйста, слушайте меня очень внимательно. Это означает, что ваше «да» должно всегда быть «да», а ваше «нет» должно всегда быть «нет». Моральное превосходство означает, что вы верны своим супругам. Моральное превосходство означает, что вы не отнимаете времени у ваших подчиненных, чтобы они сделали то, что нужно вам. Оно не означает, что вы можете притворяться хорошим и забирать то, что вам не принадлежит. Для молодых людей моральное превосходство означает, что они будут слушаться своих родителей, согласны вы с ними или нет. В Библии сказано, что мы должны слушаться своих родителей, потому что это правильно. Это правильно. На втором этаже находится рассудительность. Но это не означает, что вы будете знать все только головой. Многие христиане хранят у себя в голове множество фактов из Библии. Христианская вера берет многое от наших знаний. Многие обращаются к Библии и черпают из нее информацию и разные факты. Но эта рассудительность означает учение и рост в отношениях. Рассудительность означает то, что вы узнали благодаря практике. Об этом говорит Петр, который в своем первом послании сказал мужьям, чтобы они жили со своими женами по рассудительности. Это то же самое слово. Это означает, что мужья должны быть рассудительными и должны изучать своих жен, чтобы знать, что им нравится, а что нет. Чтобы знать, что причиняет ей боль и чему она радуется. Рассудительность Слова Божьего – это не только та рассудительность, которая у нас в голове. Это более широкая рассудительность в действии. Далее. В этом угодном Богу здании следует третий этаж. И там находится воздержание. Вам никогда не уподобиться Христу, никогда не стать, как Он, без воздержания. Без Него вы будете подобны семиэтажному зданию, где не хватает третьего этажа. Такое здание попросту охнет, поэтому мы должны придерживаться дисциплины в своих молитвах, в том, сколько времени мы уделяем Богу, в близости с Ним, в постижении Слова Божьего и применении Его в нашей жизни. Дисциплины в расходовании времени и денег, в наших пожертвованиях во имя Божьих деяний, в утолении наших аппетитов. Если мы не придерживаемся воздержания, третий этаж нашего семиэтажного здания не будет крепким. Четвертым этажом нашего семиэтажного здания является терпение. Мы редко используем это слово, но мы должны научить ему наших детей и внуков. Мы должны научить их терпению, чтобы они знали, что такое терпение. А терпение, согласно Библии, это не пассивное чувство. Это радостное принятие тяжелых ситуаций. Оно подразумевает, что на нас будет оказываться давление. Быть терпеливым значит быть смелым и принимать все, что посылает вам жизнь. Я знаю, что некоторые из вас сейчас переживают тяжелые времена. Знаю, что на долю некоторых из вас выпали серьезные испытания. Но я хочу, чтобы вы запомнили, что Бог рядом с вами. Он поддерживает вас. Его вечные руки поддерживают вас. Божий Дух утоляет наши печали, потому что одно из Его имен – это утешитель. В первую очередь, вы должны запомнить, что Бог наградит вас за ваше терпение. Петр называет терпение стоянием под давлением. Возможно, такой подход не популярен. Возможно, вам не нравится такой подход, но вы должны так поступать, потому что знаете, что это угодно Господу и приносит вам благословение. Пятым этажом нашего семиэтажного здания является благочестие. Это означает, что мы должны почитать Бога. Но мы позабыли о почтении перед Его авторитетом. Позабыли о почтении перед Божьими людьми, обладающими авторитетом, о почтении перед Богом. Истинное духовное восхваление Бога, почитание и восхищение Господом в нашей жизни означает, что вы очень любите Иисуса. Вы любите Его так сильно, что ваша любовь к Нему влияет на все решения и аспекты вашей жизни. Иначе говоря, когда люди смотрят на вас, они видят родственную душу. Они понимают, что вы принадлежите вашему Отцу на небесах. В первом послании к Тимофею Павел говорит Тимофею, что он должен так почитать Бога, чтобы Бог стал для него превыше всех. Почему? Потому что это вечная ценность. Это вечная ценность. А сейчас я расскажу вам о шестом и седьмом этажах нашего семиэтажного здания. Его шестой и седьмой этажи следует рассматривать вместе, потому что наш дом представляет собой нечто вроде пентхауса. Оба этих этажа похожи и связаны друг с другом. Но хоть они и похожи, они все равно разные. Да, они разные. Поэтому Петр разделяет их. Шестой и седьмой этажи очень похожи и в то же время разные. Одним из них является братолюбие. Это то, что мы испытываем друг другу, будучи верующими. Но есть еще божественная любовь, которая наделяет нас Бог. Благодаря ей мы готовы умереть за своих братьев. Божественная любовь – это любовь, которую Бог подразумевает как любовь между мужьями и женами. Бог желает, чтобы у всех нас, верующих, была такая любовь. Чтобы мы любили друг друга. Чтобы весь мир увидел эту любовь и захотел поверить. Шестой и седьмой этажи нашего пентхауса были очень важны для Петра. И я расскажу вам почему. Дело в том, что все это не случайно. Все это было важно для него. Подъем шестого на седьмой этаж преобразил его жизнь, изменил Петра. Как мы видим в этом послании, он был исполнен смелости. В прошлом он был исполнен самоуверенности. Он говорил, можете на меня рассчитывать, с вами ничего не случится, я буду с вами. Но когда обстоятельства изменились, Петр отрекся от своего возлюбленного Иисуса три раза. Он стал сломленным человеком. Он горько плакал. Послушайте меня, быть сломленным – это мало. Я знал многих людей, которые были сломлены, но потом вернулись к своей обычной жизни. Быть сломленным – мало. Петр знал это на собственном опыте, потому что после его сломленности и после его горячих слез, даже уже после воскресения Христа, он взял все в свои руки и сказал другим ученикам, «Я пошел на рыбалку, и они пошли за ним». После этого между ними и Иисусом произошла конфронтация. Вы можете прочесть об этом в последних двух главах Евангелия от Иоанна. Почитайте об этом. Иисус вступил с ними в конфронтацию. Послушайте, как он это сделал. Он сказал, где мой самый адекватный ученик? «Ты любишь меня, Петр?» И Петр ответил, «Я люблю тебя, Господи, как брата». Но Господь хотел, чтобы Петр поднялся с шестого на седьмой этаж. Поэтому он снова спросил его, «Ты любишь меня, Петр?» «Да, я люблю тебя, Господи, как человека». И тогда Иисус спросил его в третий раз, «Ты любишь меня, Петр?» «Хотя бы, как брата». И в этот момент Петр стал подниматься с шестого этажа на седьмой. Послушайте меня, мои дорогие. Именно это и стало ключом к величию Петра. Именно это стало ключом к плодовитости Петра. Именно это стало ключом к эффективности Петра. Поэтому его дети перестали жить в сомнении и стали наслаждаться жизнью. Ведь они знали, что у них есть дар спасения. Бог желает, чтобы мы жили в удовольствии, чтобы мы радовались тому, что у нас есть эта благословенная уверенность. Как и сказано в этом втором послании, «Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода». Мне бы хотелось, чтобы вы задали себе следующие вопросы. «Если у меня плоды в христианской жизни, какие плоды несу я?» Я говорю вам это для вашего же благословения и Божьей славы. Далее Петр в своем послании говорит нам о пользе и благословении владения таким семиэтажным зданием, о котором мы говорили сегодня. Это здание символизирует нашу веру. Но чью веру? Оно символизирует веру не только проповедников, но и каждого из нас. Поэтому вы станете плодовиты в своей христианской жизни, если воздвигнете это строение на постоянном фундаменте праведности Иисуса Христа. Но это еще не все. Когда вы будете строить это здание, вы будете жить особой жизнью. Это не означает, что у вас не будет проблем. Проблем у вас будет предостаточно, но вы будете выше этих проблем. Вы будете жить победоносной жизнью. Даже если в вас будут лететь стрелы, вы будете жить не скудно, а в изобилии. Вы не будете смущаться, вы будете радоваться. Вы будете жить с уверенностью, потому что вы будете знать, что тот, кто сделал для вас много хорошего, может все довести до конца. Аминь. Аминь. Давайте воздадим Богу славу. Провозглашаю бескомпромиссную истину на пути вперед с доктором Майклом Юсефом. Субтитры создавал DimaTorzok